Это вызовы времени в студии Николай Силков. Здравствуйте. Ситуация вокруг нашей страны вынуждает людей в погонах постоянно быть на чеку. Милитаризация Польши и Прибалтики несет повышенные риски для безопасности Беларуси. Обстановка не критическая, но есть настораживающие факторы. Александр Лукашенко в понедельник заслушал доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне. В повышенной боевой готовности войска ВВС и ПВО. Ну вот трое суток после событий рядом с нами. Я имею ввиду Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных суда, мы вынуждены были на это реагировать. До сих пор мы находимся в более повышенной готовности нашей страны. Поэтому меня интересует обстановка вокруг страны и, естественно, направление и перспективы развития этой установки. В ВВС и войска ПВО в этом году поставят радиолокационные станции РСА и Восток белорусского производства. Также появятся современные зенитные ракетные комплексы и самолеты СУ-30СМ. Армия полностью готова к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне в мирное время. Кроме того, Беларусь ратифицировала соглашения с Россией в военно-технической сфере. Программы предусмотрены в среднесрочной перспективе взаимной поставки продукции военного назначения в интересах силовых структур союзного государства, проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по созданию новых и модернизации существующих образцов вооружения. Несомненно, глава государства, наш главнокомандующий, очень много внимания уделяет вооруженным силам и боеготовности вооруженных сил, и ненесению боевого дежурства у нас регулярно, ежемесячно проходят проверки дежурных сил по противовоздушной обороне. И крайняя проверка, которая проходила, была 11 числа, 11 мая. Результаты показывают, что наш вид вооруженных сил справился с поставленной задачей. Данные результаты подтверждены материалами объективного контроля. В свете последних событий, которые происходят у нас на западной, на южной границе, в том числе с проводимыми мероприятиями боевой подготовки стран НАТО, во главе с Соединенными Штатами Америки, наши дежурные силы несут дежурство в усиленном режиме. В настоящий момент привлекаются дополнительные силы и средства. У нас ежедневно заступает на боевое дежурство по противовоздушной обороне от 750 до 1000 человек в нашем виде вооруженных сил. Дежурные силы после инцидента в Российской Федерации были приведены в боевую готовность номер один. Это были зенитно-ракетные войска, радиотехнические и авиации. Наши силы несут боевое дежурство в усиленном режиме на всех аэродромах, отдельно объектах. Охрана осуществляется в усиленном режиме. В Белорусской армии продолжается проверка боеготовности. В эти дни проходят военные сборы с призванными из запаса. Военно обязанные пополнили ряды одной из бригад сил спецопераций. В ходе учения подразделения отрабатывали действия в обороне как единое целое. Обучение началось с теории и практических азов. После того, как каждый боец научился действовать индивидуально, гвардейцы-запасники приступили к работе в составе подразделений. А уже в ближайшие дни подразделения отработают задачи по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника. Глава комитета госбезопасности не раз предупреждал о возможности новых попыток дестабилизации обстановки в Белоруссии. Иван Тертель подчеркивал, коллективный Запад по-прежнему заинтересован в смене геополитического расклада в регионе. Поэтому будет пытаться изменить ситуацию внутри нашей страны. Расслабляться не время. Долго ждать не пришлось. В воскресенье вечером с 20 километрах от Бобруйска водитель грузовика привел в действие самодельную взрывчатку из пиротехники рядом с военной колонной. 50-летний минчанин попытался скрыться, однако во время преследования его автомобиль был блокирован военнослужащими. Известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности и неоднократно к административной. Более того, он оказался активным пользователем радикальных интернет-ресурсов. Мобильный телефон пестрит подписками на экстремистские каналы, а салон автомобиля обклеен запрещенной символикой. Никто из военнослужащих не пострадал. В настоящее время его действия квалифицированы по части 3 статьи 339. Это особо злостное хулиганство. Рассматривается вопрос о применении к фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. С подозреваемым проводятся следственные действия. Исходя из его приверженности к экстремистским взглядам, а также опасности наступления тяжких последствий от взрывов в непосредственной близости с военнослужащими и военной техникой, следствием рассматривается вопрос дополнительного наличия в действиях мужчины состава преступлений экстремистской направленности. Окончательная правовая оценка действием подозреваемого будет дана по результатам расследования. Следственный комитет обращает особое внимание, что по каждому подобному или иному факту покушения на жизнь и здоровье военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, граждан, выполняющих общественный долг их близких, Следственным комитетом совместно с иными правоохранительными структурами, как и прежде, будет даваться жесткая и принципиальная правовая оценка. Виновные в противоправных проявлениях, безусловно, понесут предусмотренную законом ответственность. Тем временем Украина продолжает рвать отношения с Россией и Белоруссией. Согласно решению Владимира Зеленского, Украина выходит из двух меморандумов, заключенных между нашими странами. Документы касаются вопросов, связанных с государственными границами. Помимо этого, Зеленский своим указом прекратил действие соглашения, принятого в Одессе в августе 1994-го. Речь о соглашении с Москвой, которое касается сотрудничества и взаимодействия по пограничным вопросам. Их цель, и здесь нет ничего нового, добиться распада и уничтожения нашей страны. Перечеркнуть итоги Второй мировой войны. Окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права. Задушить любые суверенные центры развития. Непомерные амбитства, высокомерие и вседозволенность, неизбежно оборачиваются трагедии. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев. Разменные монеты в реализации жестоких, корыстных планов. Очень важно, что сегодня здесь, в Москве, собрались лидеры стран содружества независимых государств. Вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков. Они вместе сражались и вместе победили. Все народы СССР внесли свой вклад в общую победу. Мы всегда будем помнить об этом. Президент сегодня провел встречу с участниками заседания парламентской ассамблеи ОДКБ. Александр Лукашенко заявил, наша страна и дальше будет продвигать принципы справедливого и многополярного мира, содействовать выработке гарантии обеспечения коллективной безопасности и стабильности. Беларусь, напомним, приседательствует в организации с ноября 2022. Глава государства констатировал, те негативные тенденции, о которых неоднократно говорилось в течение прошлого года, становятся внешнеполитической реальностью. Наращивается военное присутствие и наступательный потенциал Североатлантического альянса у западных границ ОДКБ. Проводится масштабное учение, ускоренными темпами модернизируется военная инфраструктура, в том числе в сопредельных странах. С первого дня парламентарии России в этом участвовали непосредственно. Нами было предложено, давайте сядем за стол к переговорам. Ну, надавали по морде друг другу, давайте поговорим, давайте остановим эту войну. Три раунда в Беларуси прошло. Потом не то тесно стало, не то еще чего-то Зеленскому. В Турцию уехали. Хорошо. Давайте в Турцию. На стол положили проект договора. Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась. У меня на столе лежит проект этого договора. И как только Россия согласилась на мирную инициативу, договор, проект был выброшен в корзину. Это люди, может быть, не все знают, но специалисты в этом участвовали и знают. Поэтому прежде чем обвинять нас в конфронтации этого конфликта, расширении, надо вернуться за стол переговоров. Взять, ну, не тот документ новый, для того, чтобы остановить войну. Поэтому не думайте, что мы тут обретаем обстановку и не хотим мирных переговоров, не хотим договориться о мире. Но большое видится на расстоянии, как я всегда говорю, мы еще придем к оценкам. И мы увидим, кто прав, кто виноват. Мы неустанно призываем остановить конфронтацию, вернуться к мирному решению вопроса. Подчеркнуть, диалог должен быть взаимоуважительным и равноправным. И всякие предварительные условия, которые сегодня Украина, президент Украины Зеленский выдвигает, это не что иное, это уже абсолютно понятно, с целью не допустить никаких переговоров. Какие могут предварительные условия? У нас есть за стол переговоры и уже там вырабатывать всякие условия.